С самого утра нас разбудил скрежет лопат дворников во дворах. И это только начало долгой войны со снегом, который обещает парализовать любое движение. Очень много снега насыпало, но надеемся, что успеем за день убрать его. А что, уже успели почистить? Вторую улицу чистим, Белобородову почистила дорожки, сквер, на Комарова зашла. Ну, пока не почистим, домой не пойдем. Пешеходы, остановки, мы все защищаем, мы не оставляем. Понятно, что под таким слоем снега вся жизнь в городе немного приостанавливается. Ну, вот они, прогнозируемые 20 сантиметров осадков, как и было обещано гидрометцентром. Однако снег продолжает идти, и я думаю, этот результат будет превзойден. На проезжей части, на широких тротуарах, хорошо управляется техника. Без нее не обойтись. Каждая бригада из четырех человек прикреплена к такой машине. А вот во дворах совсем другая тактика. Все дворы сейчас покрыты вот таким слоем мохнатого снега. С одной стороны, красиво, но убирать его надо. И лопата сегодня первоочередной инструмент. Дедовский способ. Деревянная или пластиковая лопата. Снег сухой, легкий. Уборка движется быстро. Сложно. Очень заносит коляску. Да, к день чищенной дороги прям очень тяжело. Я рада, что ничего не посыпают. Моя собака может нормально гулять по белому снегу, ни по соли, ни по реагентам. Поэтому я радуюсь снегопаду. Передвигаться на своих двоих. Машину нужно пока что припарковать, ходить, наслаждаться пешком этой красотой. Надо заметить, настроение снегопад не испортил. Во всяком случае, далеко не всем. Даже автомобилистам. Отлично. Все прекрасно. Я еще не проснулся, честно сказать. Нет, ну скажите, как машина себя чувствует на снегу? По снежному. По снежному чувствует себя. Ну, у нас полный привод, как бы. Все хорошо. На самом деле это лучше, чем эти последние три дня с дождем. Какой следующий каприз природы нас ожидает, скоро увидим сами. Главное, не сидеть сложа руки. И самим по возможности чистить от снега ближайшие дорожки и тротуары. Снег пришел надолго.